День хороших новостей для семьи Алискеровых. Брат с сестрой Гунель и Эльвин получили ключи от двухкомнатной квартиры, а их родителей, пострадавших при взрыве газа на Минской, наконец-таки перевели из реанимации в обычную палату. В старой квартире уцелела кухня одна из двух комнат. То, что смогли из мебели, вывезли. Правда, немного. С кроватью помогли городские власти. Теперь нужны личные вещи и постельное белье. Сейчас у нас уже привезли партию пожертвований, то, что люди собрали. И плюс у нас есть такой пункт специальный при администрации, где у нас есть такие простые вещи, необходимые людям. Мы можем их уже раздавать семьям, которые потеряли имущество. Алискеровы – это первая семья, кто определился, где им жить. Квартира из маневренного фонда со свежим ремонтом их вполне устроила. Район Пустошбора тоже. Пять семей, скорее всего, воспользуются жильем из маневренного фонда города. А, соответственно, пять семей будут снимать жилье и будем мы, как муниципалитет, возмещать аренду. Всего десять семей, да? Да, всего десять семей. Двое семей отказались, указав на то, что не нуждаются в жилье. То есть, видимо, имеют еще какие-то квартиры, жилплощади, ну и по факту там, видимо, не проживали. Квартира из маневренного фонда – это временное жилье. О сроках, когда пострадавшим предоставят собственное, не сообщается. Избранный мэр города Владимир Шарыпов пояснил, что деньги на эти цели предстоит предусмотреть в бюджете на 2017 год. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.